Доброе утро, друзья! У нас снова в эфире Протест Драйв с Виталием Трейденом. Виталий, доброе утро! Доброе утро, Киров! Сегодня мы хотели бы затронуть вопрос открытия компании. Наконец-то на этой неделе уже открылись сервисные центры, они начали официально работать. Виталий, расскажи, как они запустили свою работу, как они ее организовывают? Ну, скажу откровенно, ни в одном сервисном центре на этой неделе я не был, однако обзвонил ряд дилеров, и информация такая, что все сервисные центры работают в дежурном режиме, то есть готовы принимать автомобили на ТО, готовы решать какие-то сложные ситуации, какие-то поломки экстренные. Что касается самих автосалонов, где продают машины, они работают в режиме онлайн. То есть вы можете заходить на сайт, вам обязательно на обратной стороне кто-то будет, ответит на вопрос. И в принципе, если вы очень сильно захотите, вы даже можете купить машину. Единственное, что делать нельзя, это наличными оплачивать покупку, то есть все можно сделать только дистанционно. Кстати, по поводу дистанционной оплаты машин, вообще на самом деле история может быть не всем знакома, но если у вас есть обычная банковская карта, у вас есть к ней счет. И вы можете с счета на счет, точно так же выставляя счета, с небольшой совершенно комиссией, несопоставимой с эквайрингом, оплачивать через интернет-банк свои покупки. То есть это не так дорого. Сама просто схема немножко отличается, не как перевод с карты на карту, немножко сложнее, потому что нужно лично комбинет использовать. Но тем не менее, например, в моем банке комиссия за такой перевод 10 рублей, вне зависимости от суммы. Выгодно получается. Выгодно получается, да. То есть правильно ли я понимаю, то есть вот раньше путем безналичного такого платежа оплачивали организации, то есть там когда директор на фирму покупает автомобиль. Ну и сейчас так же оплачивают, да. А если, например, частное лицо, ну предположим, я, да, возьмем такое частное лицо, захотел прямо сейчас купить автомобиль, не жить, не быть, вот прям хочу, горю. Я пишу менеджеру, получается, как это выглядит, пишу менеджеру. Вам просто выставят счет. Выставляют не счет. Да, вы выбираете, первым делом выбираете машину, выбираете комплектацию, выбираете конкретный прям автомобиль. И к договору, который вы купли-продажи заключаете с автосалоном, вам выставляется счет. И со всеми реквизитами, и, соответственно, все как вот, как у нас в бизнесе, да, все как в безнале, то есть вам точно так же выставляется счет. Вы заходите в личный кабинет своего банка, единственное, что, ну, уточните условия, потому что в банках условия могут быть разные, но точная оплата по счету выгоднее, чем... То есть, грубо говоря, с мобильного телефона, то есть не без необходимости ехать в банк, там что-то еще. Да, если есть у банка приложение, да, можно прямо с мобильного телефона оплатить. Круто. Вот. Вообще сейчас, я думаю, что период не самый, да, такой удачный для покупки машины. Почему? Потому что, ну, все в любом случае в состоянии такого некого ожидания. То есть, склады подзамороженные и так далее. Но мне кажется, сейчас самое время поддержать и своего дилера, да, приездом в сервисный центр. И, кроме этого, сейчас, ну, ни суеты, ни очереди в дилерских центрах нет, да, социальной дистанции и так далее. Точно мне придется там долго-долго ждать. Мне кажется, это очень удачное время для того, чтобы привезти машину, в том числе, в порядок. Хорошо. Вот не знала о такой возможности. Вот я все еще сижу, думаю о том, как оплатить с телефона, можно купить машину. Круто. Хорошо. Про автосалоны мы поговорили. По сервисным центрам, то есть, я как понимаю, они официально заработали, да, то есть, я могу, например, автомобиль свой привезти. Все как обычно, без каких-то новых мер и ограничений, правильно? Ну, естественно. Вопрос о безопасности, да, то есть, не забывайте, что ваша, скажем так, антивирусная стратегия, да, и ваша безопасность, в первую очередь, все-таки зависит от вас. Безусловно, я уверен, что многие дилерские центры обрабатывают там, как минимум, входные группы, дверные ручки, сотрудники в масках и так далее. Но что я рекомендую делать вам самим, да, забирая машину из сервиса, обработайте антисептиком. Ручки, крутилки всякие. Все то, что вы трогаете руками, начиная с внешней части кузова, да, с ручек. Обратили внимание, как я сегодня в студию к вам зашел, да, наверное, всех напугал, но, тем не менее, у меня своя обшикалка с собой, да, побрызгал на микрофон, побрызгал на место, где буду сидеть и так далее. Меня практически обрызгал. Да, это следствие просмотра фильма «Заражение». Я, кстати, рекомендую всем его посмотреть. Он как бы не ужастики, не пугалка такая, но, действительно, как бы многие разумные вещи оттуда можно взять. Фильм «Заражение» прямо рекомендую, кто еще не видел, посмотреть. То же самое в машине. То есть вирус, на самом деле, неживучий, он долго не живет и в любом случае сползает вниз. Вот, поэтому коврики также можно побрызгать, вот, чтобы на ногах его никуда не принести. Ну и, в принципе, все. Из-за того, чтобы ваша дыхательная система работала нормально, особое внимание сейчас есть смысл уделить замене фильтров, да, потому что после зимы они все в не самом лучшем состоянии, да. То есть поменять фильтры, салоны, ну и, как правило, делать за месяц заменой масла. То есть либо плановое ТО, либо мини-ТО, просто заменой масла и фильтров сейчас самое время провести. И дилер ваш будет рад, да, что движуха какая-то движется. Ну и вы, собственно говоря, воспользуйтесь этим временем с пользой. Хорошо, замечательно. В общем, масло можно менять, фильтры можно менять, все берет дорогу, движение автомасла к нашему партнеру, да? Да, кстати, одно из лучших мест. Вот тут вот на самом деле, без всякой рекламы, искренне, первый раз я, когда, скажем так, машина с гарантией выпала, пригласили меня в движение автомасла, поменять масло, я обалдел от атмосферы, от самой. Причем ты не чувствуешь ее, находясь в магазине, да, потому что ты приходишь... Ну там такой довольно обычный магазин, да. Ну обычный магазин, конечно, логистически там постоянно что-то меняется, но тем не менее не сильно отличается. Но самый кайф начинается после того, как ты сделал все покупки. Потому что все то, что ты купил, масло, по крайней мере, тебе точно меняет бесплатно. Вот. И тут же ты садишься в машину, заезжаешь за шлагбаум, и далее там электронное табло. С боксами тебя своевременно приглашают. Сами боксы оформлены в стиле Формулы-1. Еще более красиво оформлена зона ожиданий с прекраснейшим, вкуснейшим кофе. С оформлением там висит капот машины Клима Байкова, нашего чемпиона, который наш с вами земляк, который чемпион ралли Эстонии, ралли Германии, в общем, многих прибалтийских ралли. Вот. Наших местных, естественно, тоже. Вот. И, ну, просто побыть в этой атмосфере очень приятно, очень комфортно. И, ну, вот прям всем рекомендую. При этом, что ценник, ну, абсолютно обычного сервиса, абсолютно обычного сервиса, ну, уровень вот такой вот перфекто. В общем, приятно туда съездить. Надо обязательно тоже съездить, масло поменять. Как еще автокомпании сохраняют возможность дистанционного обслуживания? То есть какие еще есть примеры? Ну, вот очень хорошую историю сейчас есть смысл попробовать на АЗС. На самом деле она была введена до того, как все случилось, но сейчас, я думаю, она особо востребована. Вот на канале ProTestDrive в YouTube можно посмотреть прямо видеоинструкцию, как пользоваться сервисом Benzuber. Benzuber из двух слов стоит Benz, бензин и Uber. Benzuber. Ну, на английском языке, я вам скажу. Да, конечно. Ну, очень удобная штука в плане того, что вы приезжаете на АЗС, и вам не нужно заходить в операторную. То есть вы все действия делаете прямо у колонки. Если есть заправщик, то воспользуюсь услугами заправщика. Если его нет, вы шли сами, вставили пистолет в бак, и у себя в мобильном телефоне выбрали номер колонки, выбрали топливо, сколько хотите залить литров, либо на какую сумму. И, собственно говоря, все, ожидаете налива. Заранее желательно привязать свою банковскую карту к этому приложению. Также, что удобно, можно пользоваться Google Pay, Apple Pay. То есть буквально нажатием кнопки, там, Facebook, мгновенно все оплачивать. Для того, чтобы оплатить топливо, больше не нужно. Заходить в саму операторную, да. И с оператором общаться. То есть это исключает контакт ваш, да, как с оператором, так и с другими покупателями. Это исключает вашу необходимость трогать там дверные ручки, которые являются одним из самых, да, одних основных носителей. Вот. Единственное, то, зачем, как бы, стоит, наверное, сейчас заходить на АЗС, это, ну, как формат МакАвто, да, МакДональдс закрыт по всей стране, да. А МакАвто у них очередь из автомобилей. АЗС же также предлагает выпечку, кофе и так далее. Но сейчас все АЗС, которые это делают, предлагают это на вынос. Почему? Потому что, ну, кушать, пить сейчас в здании АЗС нельзя, потому что это, опять же, нарушает социальную дистанцию. Поэтому повод зайти на АЗС есть, если вы отправились куда-нибудь в самоизолирующий обед или самоизолирующий перекус на природу, либо передвигаетесь по каким-то вот служебным билам, как мне иногда приходится. Вот это приложение, насколько оно безопасно? Абсолютно безопасно, то есть все там данные ваши защищены. Самое главное, что оно, ну, практически в касании все работает. То есть, и еще не забывайте, что те приложения, которые уже размещены в Apple Store, они проходят, ну, большое количество проверок различных, да, прежде чем быть опубликованными. Поэтому, ну, безопасно я пользуюсь. И на сегодняшний момент ноль нареканий и одно из самых удобных в плане, как сказать, интуитивности. То есть, я, конечно, снял видеоинструкцию по этому поводу, да, но на самом деле вы начнете делать, у вас все будет понятно, что, зачем, какие шаги необходимы. Ну, если человек как минимум умеет пользоваться телефоном, то есть это для слушателей, которые у нас старше 60 лет, 50-60, да, которые не сильно этим умеют, вам вообще лучше посетить дома. Согласен. Согласен, да. Лучше перебудьте это время дома, но имейте в виду, что новые технологии добрались и до заправки автомобиля. То есть, если куда-то на дачу, в сад, в огород поедете, то можно теперь даже так, если есть современный телефон. Некоторые заправки переведены в полуавтоматический режим, то есть в вечернее время они работают вообще в автоматическом режиме, то есть там работает только сам аппарат, да, по приему средств. Вот, ну, здесь опять же какие, то есть сами банкоматы, да, которые находятся в банках, такие вот аппараты по безналичной оплате на АЗС, они тоже являются такой штукой, ну, вот опасной. У меня опять же с собой есть вот это, да, баллончик, пшик-пшик, да, побрызгать. Ну, и если вы, например, используете перчатки, перчатки потом снимаете, то есть не рулите этими же перчатками в машине. Перчатки одели и положили их. Кстати, если перчатки там какое-то количество, один день-два полежат, просто даже полежат, не обрабатывая ничем, ну, говорят, что вирус с них полностью уходит, то есть он не настолько живучий. Ну, это не экологично, Виталий. Да. Хорошо, есть ли у нас какие-то эти новости хорошие, да, на мой взгляд, а есть что-то прям вообще позитивное? Топливо подешевел. А, вот что. Да, мой любимый дизель, да, я купил себе дизельную машину 5 лет назад, до сих пор продолжаю на ней ездить, купил ее, потому что дизель был дешевле, чем бензин, и, кроме того, дизель намного экономичнее, но все мы знаем, что в последнее время дизель давно уже дороже, чем даже 95-й, вот, но, тем не менее, с почти что 50 рублей дизель сегодня упал до 48-ми. Ага. Вот, то есть 48 рублей, ну, мелочь, но приятно. Это где? На какие западки? Сеть АЗС движения, ценник 48, Лукойл, по-моему, 48,50, то есть тоже подешевел. Не знаю, что будет дальше с ценами на топливо, в принципе, у них есть возможность небольшой просадки еще, но здесь больше зависит от государства, нежели от игроков. Если государство пойдет навстречу, мы же знаем, да, сколько стоит теперь сырье, вообще практически ничего не стоит, да, и стоимость нефти – это акцизы. То есть теперь там в той же соседней Белоруссии, к сожалению, они из нашей нефти делают бензин и продают его дешевле, чем у нас. Ну, такая история. Ну, у нас такая экономика, к сожалению, ничего с этим не сделаешь. Виталий, весна на носу, да, сейчас мы не можем пока выезжать официально, да, то есть нам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, но это все равно когда-нибудь закончится, впереди будут майские каникулы, майские праздники, и я предполагаю, что люди захотят куда-то съездить. Ну, здесь, ребят, все очень просто, сейчас такая минутка саморекламы, да, проект про тест-драйв вам в помощь, то есть за это время мы наснимали огромное количество видеоматериалов, и там мы не только тестируем машины, но открываем вам те места, которые можно посетить в формате автопутешествия выходного дня, либо одного, либо пары дней выходных, например. И огромное количество мест, как известных вам, так и о многих из них вы узнаете впервые. То есть Кировская область, как и на самом деле любой другой регион, богатные, интересные туристические места, самое главное, открывать глаза в этом направлении. И мы отсняли достаточно много материала, материал можно найти как на канале YouTube, можно просто забивать Виталий Трейден про тест-драйв, да, потому что про тест-драйв есть еще один канал, там всего два видео, когда-то там пять лет назад кто-то сделал, больше там материалов нет. Вот на моем канале про тест-драйв порядка сейчас, наверное, сотни видео, и порядка 30 интересных путешествий из города Кирова и Кировской области. Я надеюсь, что в одной из следующих программ мы поподробнее с тобой поговорим о тех направлениях, которые стоит выбрать в летний период, в период теплого времени года, потому что мне интересно. В этом году, к сожалению, по многим кризис бабахнул, да, и многие не смогут по финансовым причинам, по семейным причинам съездить за границу, поэтому я думаю, что это будет актуально и интересно. Так что сделаем такую затравочку на будущее, следующую программу, возможно. Да, здесь я желаю, что называется, крепости духа и там мышления предпринимательского, чтобы все сложилось. Самое главное у тех, кто этими объектами управляет, да, то есть фермы, дома отдыха, базы отдыха и так далее, и так далее, у них тоже сейчас не самые лучшие времена, но я надеюсь, что вся эта ситуация в конечном итоге вот как раз им отыграет на пользу. Да. И это было бы, наверное, неплохо. Причем интересно, так у нас, мы находимся так ближе к центру России, да, все-таки, и у нас как в нашем регионе есть куда съездить, да, у нас большой достаточно регион, большая область, есть куда съездить, и есть соседние регионы, очень интересные, с разными форматами развлечений. Мы говорили в зимней нашей программе перед Новым годом, куда можно съездить зимой, да, это какие-то горнолыжные склоны, какие-то интересные базы отдыха, да, по-моему, ты рассказывал. Ну вот, Дарья, смотрите, на самом деле мы живем в таком городе, в котором, если проснуться рано утром и сесть за руль, ты можешь вечером быть в горах или вечером можешь быть на море. Интересно, а где у нас горы, где море, я чего-то, видимо, не знаю. Вот, может быть, неожиданно, но, тем не менее, программа про море, это путешествие на Nissan X-Trail в город Архангельск. Белое, правда, море, а не черное, но, тем не менее, летом это выглядит тоже не менее эпично, да, но когда вы с основного берега выезжаете на песчаный пляж и видите перед собой водную гладь бассейна Северного Ледовитого океана, а там голова подводной лодки, поверьте мне, впечатления не меньше, чем от Черного моря. Может быть, даже и больше. Вот, ну а в плане Уральских гор можно поехать как в Пермском направлении, да, и побывать в Кунгурских пещерах, например, да, а можно поехать еще более интересным маршрутом через Татарстан, Уфу и трассу Уфа-Магнитогорск, мне кажется, одна из самых красивых вообще дорог в России, да, когда ты весь Урал с западом на восток пересекаешь по южной его части и так сильно меняется рельеф, и для нас, для равнинных-то, да, это прям вот очень впечатляюще. Ну и восточная склонная Урала, то есть в районе села Банная, где знаменитый горнолыжный курорт, ну там, конечно, вся инфраструктура для отдыха, для развлечений, для восстановлений, для прогулок, экстремальных поездок и так далее, все очень здорово есть. 1200 километров, ну, в пределах суток можно добраться, да. И однажды, несколько лет тому назад, ездили мы в Пятигорск, и я согласна, что для жителей равнинной части страны, вот тот самый момент, когда мы стали подъезжать, и я увидела горы впервые в своей жизни, у меня был просто, я была заворожена. Это было настолько необычно и удивительно, и вот честно, мне кажется, я никогда этого не забуду, ощущение, когда ты видишь горы. Дарья, мне кажется, у нас сейчас потихонечку начнут кулаки там на это, да? Да. Да, скажите, ребята, вы че? Мы тут сидим, залез. Ребята, дайте на самом деле немножко помечтаем, да, и вспомним эмоции, о которых сейчас Дарья рассказывает, потому что, ну, никуда от нас с вами это все не денется. Да. Просто то, насколько мы быстрее к этому периоду вернемся, будет зависеть от того, насколько мы будем организованы сейчас. Ну, не будем все сегодня рассказывать, оставим немножко на следующую программу. В следующей программе мы тогда расскажем про путешествия, да, куда у нас можно съездить в Россию. В том числе для маленьких, такие самоизолирующие поездочки, в которых можно аккуратненько, да, выйти из автомобиля, да, и вот в близлежащих от города, менее людных местах красиво погулять, особенно сейчас, вот в этот весенний сезон. Да. Спасибо, что сегодня были с нами. Виталий, спасибо за то, что ты сказал нам столько интересного. Вам всего доброго, до свидания. Спасибо, слушатели, берегите себя. Протез драйв.